В 9-ти этажном доме в микрорайоне Оксай заложена бомба. Звонок с таким сообщением поступил на пуль дежурного управления внутренних дел ночью и поднял на ноги все спасательные службы города. Прибывшие на место полицейские оцепили здание и приступили к поиску взрывного устройства. Поиски продлились больше часа и не принесли никаких результатов. Бомбу не обнаружили. Звонок вновь оказался ложным. А шутником оказался житель этого же дома. Как выяснилось, неизвестный, набрав номер его квартиры на домофоне, сообщил о заложенной бомбе. По данному факту начато расследование. Без света этой ночью остались жители домов на пересечении улиц Букиханова и Серикова. Двигавшийся в северном направлении водитель автомобиля марки «Фольксваген» врезался в электростолб. От удара столб переломился вдвое, оборвались провода, представляя реальную опасность прохожим. Висящие и скрящиеся провода также затруднили движение по улице. Специалисты в целях безопасности отключили от электроснабжения безлежащие дома. По их словам, авария нанесла значительный ущерб. Виновник аварии к приезду полиции, оставив машину, скрылся. По рассказам очевидцев, водитель превысил скорость, потерял управление и, перелетев через бордюр, врезался в столб. Нарушитель, выбравшись из авто, бросился на утёк. А буквально через час в полицию поступил звонок об угоне автомобиля «Фольксваген». Личность водителя, сидевшего за рулём машины, в момент аварии установят криминалисты. А виновником этого ДТП стал водитель в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль марки «Ниссан» спускался по улице Брусиловского. На пересечении с проспектом Реймбека водитель собирался повернуть налево. Однако не рассчитал скорость «Мерседеса», который двигался по главной полосе движения. От удара «Мерседес» перелетел через бордюр и оказался на тротуаре. В результате пострадал водитель «Мерседеса». После оказания первой медицинской помощи его госпитализировали. По словам медиков, у него перелом руки и сотрясение головного мозга. Водители двое пассажиров «Ниссана» не пострадали. По словам очевидцев, все трое были в состоянии алкогольного опьянения. Машину виновника аварии отправили на штрафстоянку. Полицейские составили протокол. Нарушитель не лишат водительских прав на несколько лет. К тому же ему предстоит восстанавливать зеленые насаждения и оба поврежденных авто. Грабители украли деньги, предназначенные на покупку автомобиля. В полицию позвонил житель Толгарского района. По словам потерпевшего, к нему в дом ворвались четверо молодых людей. С применением силы они отобрали 4000 долларов и мобильный телефон. Приступившие к делу полицейские первым делом решили проверить всех знакомых пострадавшего, которым было известно о наличии в доме такой суммы денег. В ходе следствия нашелся и мобильный телефон. Оказалось, что им решил воспользоваться один из подозреваемых, житель этого же района. Полицейские его тут же задержали. Задержанный сейчас дает признательные показания. По его словам, он был в состоянии алкогольного опьянения. О наличии денег у пострадавшего узнал от одного из своих сообщников. Задержанного доставили в изолятор временного содержания. Полицейские занимаются поиском троих его сообщников. Полицейские Уэзовского района задержали по горячим следам грабителей. Около 12 часов ночи четверо преступников, напав на жителя 11 микрорайона, украли у него мобильный телефон. Приступившие к поиску преступников стражи порядка вскоре задержали четверых подозреваемых. Всем им от 19 до 21 года. Задержанные дают признательные показания, однако, по их словам, на потерпевшего они не нападали. Нам вообще позвонили, говорю, моему другу позвонили, друзья. И он говорит, где? И он положил труппу и говорит, все, побежали там, помочь нашим нам. Мы как только туда подбежали, стоим рядом. И вот эти четыре пацана и двое потерпевших, которые были. И вот эти четыре пацана и двое потерпевших, которые были. И вот эти четыре пацана и двое потерпевших, которые были. Вместо полицейские оцепили здание и приступили к поиску взрывного устройства. Поиски продлились больше часа и не принесли никаких результатов. Бомбу не обнаружили. Звонок вновь оказался ложным. А шутником оказался житель этого же дома. Как выяснилось, неизвестный, набрав номер его квартиры на домофоне, сообщил о заложенной бомбе. По данному факту начато расследование. Без света этой ночью остались жители домов на пересечении улиц Букиханова и Серикова. Двигавшийся в северном направлении водитель автомобиля марки «Фольксваген» врезался в электростолб. А туда растолб переломился вдвое. Оборвались провода, представляя реальную опасность прохожим. Висящие искрящиеся провода также затруднили движение по улице. Специалисты в целях безопасности отключили от электроснабжения безлежащие дома. По их словам, авария нанесла значительный ущерб. Виновник аварии к приезду полиции, оставив машину, скрылся. По рассказам очевидцев, водитель превысил скорость, потерял управление и, перелетев через бордюр, врезался в столб. Нарушитель, выбравшись из авто, бросился на утек. А буквально через час в полицию поступил звонок об угоне автомобиля «Фольксваген». Личность водителя, сидевшего за рулем машины, в момент аварии установят криминалисты. А виновником этого ДТП стал водитель в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль марки «Ниссан» спускался по улице Брусиловского. На пересечении с проспектом Реймбека водитель собирался повернуть налево. Однако не рассчитал скорость «Мерседеса», который двигался по главной полосе движения. От удара «Мерседес» перелетел через бордюр и оказался на тротуаре. В результате пострадал водитель «Мерседеса». После оказания первой медицинской помощи его госпитализировали. По словам медиков, у него перелом руки и сотрясение головного мозга. Водители двое пассажиров «Ниссана» не пострадали. По словам очевидцев, все трое были в состоянии алкогольного опьянения. Машину виновника аварии отправили на штрафстоянку. Полицейские составили протокол. Нарушитель лишат водительских прав на несколько лет. К тому же ему предстоит восстанавливать зеленые насаждения и оба поврежденных авто. Грабители украли деньги, предназначенные на покупку автомобиля. В полицию позвонил житель Толгарского района. По словам потерпевшего, к нему в дом ворвались четверо молодых людей. С применением силы они отобрали 4000 долларов и мобильный телефон. Приступившие к делу полицейские первым делом решили проверить всех знакомых пострадавшего, которым было известно о наличии в доме такой суммы денег. В ходе следствия нашелся и мобильный телефон. Оказалось, что им решил воспользоваться один из подозреваемых, житель этого же района. Полицейские его тут же задержали. Задержанный сейчас дает признательные показания. По его словам, он был в состоянии алкогольного опьянения. О наличии денег у пострадавшего узнал от одного из своих сообщников. Деньги были нужны. Что из-за того? Так я, может, напомню, потом, что в тот момент я был в неадукатном состоянии. Вы находились в состоянии алкогольного опьянения или находились в каком-то пении? В алкогольном опьянке. В алкогольном опьянке. Задержанного доставили в изолятор временного содержания. Полицейские занимаются поиском троих его сообщников. Полицейские Уайзовского района задержали по горячим следам грабителей. Около 12 часов ночи четверо преступников, напав на жителя 11 микрорайона, украли у него мобильный телефон. Приступившие к поиску преступников стражи порядка вскоре задержали четверых подозреваемых. Всем им от 19 до 21 года. Задержанные дают признательные показания, однако, по их словам, на потерпевшего они не нападали. Нам вообще позвонили, говорю, моему другу позвонили, друзья. И он, говорит, где его звонят. И он положил труппу и говорит, все, побежали там, помочь нашим надо. Мы как только туда подбежали, стоим рядом. И вот эти четыре пацана и двое потерпевших, которые были. Насколько правдивы их показания, пока неизвестно. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям. Кто пострадал от данных граждан, прошу обратиться в ВДА Овозовского района по телефону 98-53-02-298-53-26. У задержанных были обнаружены вещественные доказательства. Двое из них работают поварами в одном из кафетериев города. Двое других недавно вернулись из армии. Редактор субтитров А.Семкин